Шеф, щучей трой, вот идеальная бутылка, да? Уснее? Да. Поэтому, как бы сказать, размешать один наш шей трой. Конечно. Можете все пизочкой. Это хлеб? Ну-то, можно, надо, все, как нет. Можете, там, взять все вилочкой. Вот отсюда прямо? Да. Ну, конечно, в руку мы не будем пробовать. Да, то есть. Так вот. Не можете. Пожалуйста. Вилочки. Пожелаем. Жарная картошка удалась, да? Да, да, очень. Да, да, я прошу, даже к нему. Пожелаем. 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 Привет. Спасибо. Сейчас мы начнём готовить уже с горячим дубом. Более похручиваем. Биски. То есть делали на основе врачков местных биск соус. Вдруг слава расскажу, как мы его готовим. Сейчас как раз добавим рачка. Вышли рачка, выжарили его с овощами, выжарили как рель. Добавили коньяк, добавили рыбный бульон и помили его с часом. Всю историю мы перебили. Бросили на сито, добавили слив и получился вкусный биск. В панцире? Да, в панцире обязательно. Чем больше панцирь, тем лучше. Терапина. Биск, допустим, у срачка он сладенький. Классный. С крабов, допустим, готовили биск не тот. Вообще, срачка самый идеальный биск, который я пробовал. Поэтому сейчас расскажу, как мы его готовим. Вот биск. В угазе будет, в принципе, обычный морепродукт. Обычный морепродукт. Орапана. Мясо рапана. Мясо. Мы его приготовили в духовке сувит. Он стал мягким, вкусным. И, в основном, в день, мы сплошные продукты. Обожаю продукты рапан. Местное видео. Местное видео. Разве что? А рапан тоже? Рапан местный. Видео место. Видео черноморское. В любви керченская самая лучшая. Я на себя поверил. Потому что ялтинская или севастопольская. Самая ароматная, а самое главное, она полная. 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 Да. Потому что в Ялте, в Севастополе, там пустая меки. Меки, да. Очень пустая, невкусная. Ракушка большая. Да. Ракушка такая. Кальма не местный. Кальма не местный. Но здесь, конечно, рачки. Рачки решают. Вы ощутите сладкий вкус от рачка. Просто. А еще рачки поставили. Рачок нам вылили. Потом как долго его? Какая пропорция воды? Смотрите, я сейчас расскажу. Мы взяли овощи, допустим, в морковь сибирей. В часок. И на килограмм овощей, где-то килограмм рачка. Хорошо прожарили, чтобы карамелью покрыли. Прям сырой прожарили? Сырой, сырой. А оливковое масло? Нет, оливковое масло не надо. Вообще не старое. Просто оливковая масло потеряется. Прожарили. Колер появился. Оврачок стал красным. Подобили эту историю. То есть до контакта можно подавить. Обжарили. Добавили пару ложек сахара. Карамелизация появилась. Пару ложек хроматной пасты. Ну, можно и помидоры добавить. Это все дело мы обжарили. Паста зажарилась. Много вкуса появилось. Добавили на 2 кг продукты где-то 2 литра. Ну, желательно рыбное булье. Ну, вообще супер будет. Рыбное булье, да? А какое рыбное булье? Лосось. Лосось. Ну, если есть мелочь в черноморке. Сарган, бульон. Чем крепче бульон, тем вкуснее бульон. Просто дорогое. Сарган, ставрида, барабуля. Супер будет. Просто будет супер. Крепкий. Чем крепче бульон, тем вкуснее биск. И тем больше рачка, естественно. Проварили минут сорок. Проварили в воде эти рачки с овощами. Все стало мягкое. Пробили блендером. Можно блендером. Гвозь вилосинка протерли. То, что сошло. Добавили сливки. Ну, тоже до полничной массы. Где-то 500 сел. Можно использовать кокосовое молоко. Да? Да, можно использовать кокосовое молоко. Оно будет интересно. Все изготовлено. Легко. Заправляется салатом биском. Заправляется. Просто рыбу полить биском. Паркетом биском заправляется. Он такой быстрый. Да, да, да. Биск. Сегодня будет вам блогер обошел ваше блюдо. И тут фишка. Все убрать. Болепродуктов нет. Биск. Болепродукты будут с овощами. Грилеванные вешенки. Потому что сейчас они классные. Сейчас они красивые. И сейчас очень крутая капуста брокколи. Свежая брокколи. Мы ее приготовим соевым соусом. И немножко сухарями. В банках. Будут грустить. Вкусно. Эту всю историю мы декорируем красной икрой. Потому что брокколи с икрой. Вкусно, как считается. Прямо мега вкусно. И конечно бомбардов и пиццы. Бомбы сладенькие, вкусные и интересные. Уже не так старинок. Я их увидел. Десять назад. Но здесь они стали продаваться. В каком виде они заедут? В баночках? Они с ручки горохов. Как фасоль. То есть это свежий продукт? Не варенованный? Нет, это свежий продукт. А где? Ну вот вкус по сочетке. То есть как горох обычно? Свежий, да? Горошек? Да, да, да. Это мороженое. Да, замораживается. Это он замораживается. Но при этом он не теряет свою сладость. Мы его чистим, да, и он сладкий. Прямо сочный, сладкий. Это сто процентов. В Азии его продают соленым. Посыпают солью и кушают все. Закипает наш вкус. Мы закладываем туда кальмары. Рапан уже у нас готов. Их сулит. Мы его, конечно, прогреем вместе. Как вы сказали, сулит? Это что? Технология приготовления в вакуле на низкой температуре. Это он типа томлёный, да? Да. В вакуле он, во-вторых, есть вкус остается, когда готовишь в вакуле. А во-вторых, он волшебным способом, становится мягким. Ну, действительно, если приготовить, просто на сковородку положить рапан, или сварить, или всю гид. Разница в волосах. Мы его готовим час при температуре, ну, несколько. А как вакуум? Вакууматор. Да, вакууматор. Вы его запечатываете? Да, запоруды. Готовим. В параконфекции, да? Да, запоруды. Готовим его. Сейчас есть домашний сувеник. Вообще, это термостан, вододогреватель, которое регулирует температуру. То есть, если рапан мягкий, но приготовить правильную тепло, ну, или как бы разварить его, ну, тогда весь вкус уйдёт в воду. Для растушить можно. Мы его готовим в воду. Вот. У нас закипел кабель. Теперь мы добавляем. Добавляем. Ага. Как называется? Функция, история. Мы поправим в списке. Мы его сженим. Можно его прогреть? Да. Мы его прогреть? Мы его прогреваем. Мы его поженим в этом соусе все вкусы. Он будет женится. Воздух будет пользоваться заводами сначала кальмара, потому что он сервый биск. Он еще будет более богаче вкус за счет сока кальмара. Кальмар готовится 3 минуты, поэтому мы уже готовы. Мы пойдем прогревать рапан. А дольше смысла нет, что он дубеет? Уже после тепловой геосулит он не будет жесток. Его можно сейчас жестко отварить, жарить. Он жестче не станет. Неполезно. Затем мы прогревали первое в наш гипсовую ситуацию. Для чего? Повторюсь, мне нужны все морепродукты, чтобы погребились фоусом из зрачка. Вкусная, сладкая. Подойдем, прогревим. Вырезали буханочку. Корки пошли на зиму. Вкусная, сладкая. Вкусная, сладкая. У нас не только коктейли. Мы просто коктейли. Пусть иногда умираем. Блюдо абсолютно не сложно. Если есть продукты, если есть биск. Но биск это готовить долго. Биск готовит долго. В этом блюде самостоятельно все остальное. Можно в биске приготовить даже куриные грудки, они очень крутые положительные. Закур, вы можете купить куриные грудки, Через 3 минуты начнём добавлять бобы. Пропитается соусом, курочку можно кушать. Соуса много, я не устал повторять сегодня. То есть добавку можно обращать? С собой, курочку. С собой, с бокалом. Субтитры делал DimaTorzok 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 Раньше готовили пасту. Это медный? Да, медный. Медный. Шеф, а на каких сковородках жарите? Все-таки тепло использует? Не тепло, а голубую сталь. Она тонкая. Я вам покажу. Но она не пригорает? Не пригорает, если правильно извините. Расскажите. Голубая сталь. Одна. Недешевая сковородка, голубая сталь. Французы сделали технологию. Не буду рассказывать. Я, честно, в деталии точно не разбираюсь. Но то, что это голубая сталь, это факт. Они ее так запатентовали, продают. Стоит эта сковородка одна где-то тысяч семь. Ну, зато она долголет. Ее можно поцарапать? Можно поцарапать, потом перекалил, смазал маслом и в бой. Сало. Сало. Это можно сало? Да. Это сало. Вот картошка. Трилочку, да. Вечер. Вот. Какую? Карамель для литра. У нас нормальная певская поворотка. Сало, да. Главное, молними, на печерах. Главное, молними, на печерах. В медных сковородках или в медных сотейниках. Просто они найдутся работать. Анализовываются. 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 Она прям горячая. Это не принимает инструкции и все. Хорошо. Что мы берем? Мы берем нашу брокколи. Сделали колер. Она будет лентой. То есть брокколи она отначена. Тогда красотка получает. Зеленая свежая брокколи. Это у нас будет такой вкусный декор. С икрой будет она. А также крыльевое вешаемое. И дополнять блюдо будет хрустящая кусочки крыльяса. Как такой вот домашний стиль на данной стороне. Яну измерил на зеркал Веселик. Непректипсата. Непректипсата. Делаем на зеркал кафе. Первая история у нас готова. Сейчас ещё раз. Сейчас начнем. Мидии прогревают также в диске. Мидии запитаются ароматом. Легкое вино с цитрусами, лайм и апельсином. Легкое. Сергей, а хлеб это вы готовили сами или покупали? Нет, мы покупали. Бородинский хлеб, я расскажу секрет, он несложно готовится. Его надо заквасить очень долго в Бородине. Если честно, потратить часов как 4-20 минут. Реально? Да. Отчаяние. Бородинский хлеб это сложно. Бородинский хлеб. Брокколи. Брокколи свежа. Обаливаем. Сейчас можно обваливать брокколи. Немножко свежей было много. Получаем вот такое навариусное садение с морепродуктами и начинаем раскладывать. Раскладываем. Это все прикорироваться. Брокколи вкусно, не менее вкусно. И пеленгаз над сковородочкой. И вот, конечно, вешенки. Вешенка сейчас вкусная, аромат мы приготовили. Добавляем соевого соуса, нагрев. Готово, конечно, вкусный аромат. Мы, конечно, приготовили наши мидии. Вся история была, что какие-то риски. Доготорились риски. Это будет вкусно. Единственное, что два салфетки. Потому что аромат уже прибывает. Все. Добавляем наши. Кстати, вот здесь попробуйте. Да, да, да. Возьмите. Сюда пробовку. На что это вы там едете? На что это вы там едете? Да. Да, да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...